ладно ребят собственно всем привет добро пожаловать всем встать суд идет и собственно сегодня у нас дело которое называется феникс райт и сатурни dual destiny которого которую зареквестил каспер 13 в прошлом месяце ну и собственно и победила и на старость настало время сегодня ее застримить и посмотреть что она из себя представляет сначала несколько слов о том что нас ждет сегодня ну во первых я серии сатурни не особо знаком вот единственное что я играл вот эти пару игр на мобилках которых портировали с nintendo ds а да и все и так косвенно знаком с серий так что я не эксперт в этом деле это первое буду осваивать вместе с вами во вторых во вторых мы играем версию как я уже сказал для мобилок играем на его оси и это собственно порт с nintendo 3ds как я понял та же самая игра просто на мобилках это хорошо во вторых у нас могут возникнуть некоторые технические проблемы во время стрима почему потому что я стримлю с мобилки используя систему там называется airplay собственно мобилка свят передает картинку на компьютер при помощи вай фай соединения иногда вай фай соединения может отвалиться по неизвестным причинам и может картинка исчезнуть на пару секунд потом она вернется еще быть нормально и собственно из-за того что еще по вай фай у картинка передается небольшой лак звуки есть там доля секунды почти заметно но есть и собственно вот но более-менее думаю мы сможем и постримить без проблем я уже как-то что-то стримил с мобилках это было и дал мастер а да еще это срама сраная программа которая передает видео с помощью вай фая она нагревает мобилку поэтому каждый час мы будем делать перерыв по несколько минут чтобы остудить пукан мобила вот ну и собственно ладно можно начать начнем с первого дела само собой самого начала с первого эпизода у меня полная версия тут все пять эпизодов ну вряд ли мы будем проходить все пять эпизодов и шесть и шестой который дополнительный за четыре часа но вот как минимум как минимум надеюсь первый эпизод мы сегодня пройдем так тут голоса да я знаю озвучки тут есть только в анимешных роликах и при слове objects джексон короче и все ладно погнали кстати насчет звука если что вы еще скажите я сделаю наполовину и и и и и и и Сейчас у нас темные времена Айдзар Да, я знаю, что ты имеешь в виду, кажется, что твоя таргет наконец решила сделать Не волнуйся, у меня есть новая партнер на board Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девять часов 22 минуты утра Субтитры создавал DimaTorzok Зал ожидания защитников Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отлично справляюсь Ну, мол... Замечательное у меня настроение Готовы песни петь Ну, я рад это слышать Несмотря на то, что У мне показалось что я услышал как твой голос трещал на долю секунды а я что нет уф я что такая прозрачная нет меня что насквозь можно увидеть трещал то нет еще мой голос не трещал не трещал у меня стальные нервы тут видишь я тебе говорю серьезно это apollon justice apollon справедливости правосудия да кстати для тех кто не знает в английской версии имена переведены с японского например тот же феникс райд на японском и его имя звучит как на ру ходу рючи или типа того собственно что и переводится феникс райд так что знаете когда будете смотреть аниме там они не перевели именно я видел нет евгения на платная игра по моему только первый эпизод халявный он товарищ адвокат в офисе в котором я работаю полонис является ведущим в защите по этому делу но я буду там на скамейке вместе с ним и сделаю все что я смогу для того чтобы помочь я сделаю все что потребуется для того чтобы защитить джуны джуны кстати говоря стали как ты держишься этот взрыв действительно на тебя неплохо подействует влиял да я просто рад что ты в порядке афина хотя я не могу делать вид что не имеют никакого не имею никакого отношения к этому делу вот почему я собираюсь сделать так чтобы очистить имя джун перри господи ну именно конечно не выбрали я уверен что ты чувствуешь более-менее то же самое ты прав я не собираюсь сидеть сложа руки до тех пор пока не очищу от всех подозрений джуни слушай так у нас говорится чё и считай по-своему спасибо что делаете это ради меня джуни кстати забавная тут анимация иногда в игре происходит вот как тян нюхающие цветы которые у нее на шляпе господи ну и бред типичный персонаж эй ты в порядке извини касательно я этого я всегда как бы у меня случается приступы кашля когда я начинаю нервничать такого роща такого рода вещи никогда не случается у меня дома там в лесу на что в лесу живет что ли да ребята она очень подозрительный персонаж как по мне не зря и и подозревает том что она по 2 взорвала бомбу это джун перри вуз забавное имя она моя она мой дорогой дорогой друг детства и она также является нашим клиентом в этом деле в новостях или новости новости неустанно повторяет что джуни является предполагаемым взорвателем бомбы но это же нелепо джуны джуни ни за что бы никогда не сделала нечто подобное ну каспер ну кстати да первую как и в первой части судя по анимешка тоже смотрел я немного играл даже в нее но так немного что я не помню я принесла тебе ним немного закусочек тут тина просто кое-что из моего сада спасибо это апельсин или мандарин это апельсин моя бабушка так сказал а нет моя бабушка говорит что оранжевый этот цвет силы и выносливости о как загнула а вот как сила для этого суда нужно верно а джуни ты всегда так добра ко мне господи да посмотрите вы только на меня вот стою тут сжимаю апельсин а к моей груди со слезами на глазах ну не беспокойся мы настолько сильны будем там что они даже не поймут что их ударило верно аполлон а именно да уже погнали хватит прелюдий чтобы не случилось на этом суде мы просто не можем проиграть а полон а начинается привет души да эм кровь просачивается через эм это как его эм эм его бинт повязка наверное одна из его ран и снова открылась все это время он пытался держаться молодцом но походу он перестарался немного да бушина мистер джастис и походу он отрубился эм суды сейчас начнется сэр пожалуйста эм заходите в зал суда что сейчас но аполлон сейчас не в состоянии защищать ну придется оттян пойти походу я должен защитить джун перри и что что ж мы будем делать суд вот сейчас начнется с нами или без нас есть только один выход который мне приходит в голову в данный момент но даже если я ему позвоню сейчас он ни за что не успеет в оформе окей понятно кому хочет позвонить нет постойте есть кое-что другое что я могу сделать ну привет концентрат привет аполло аполлон дай мне все доказательства касательно этого случая что что ты собираешься сделать а нет показалось да мисс за защита хотела бы предоставить замену адвоката для нет защита хотела бы сделать прошение на замену адвоката а тина ты же не серьезно ты просто сосредоточься на том чтоб тебе стало лучше я защищу а джуни сама а а джуни а остановись на секунду и подумай о чем ты о чем и подумай о том что ты говоришь а джуни 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 ты никогда раньше не бралась за дело в одиночку верно джуни джуни да никаких проблем я смогу справиться с этим но я так думаю ну концентрат ну смотри вот эта часть эта пятая часть в серии satorn аниме выходит по первой игре Точка Ладно, продолжим Но я предполагаю, что это действительно нужно решать тебе, Джуни Ты не против того, чтобы я взялась за это? Эммм, конечно Я в тебя верю, Тина И этого достаточно для меня Хе-хе Окей Как-то все слишком слащаво, что ли, я бы сказал Ладно Ты беспокоишься обо мне, не так ли? Честно говоря, я тоже достаточно сильно нервничаю И у меня такое ощущение, как будто сердце просто готово выпрыгнуть из моей груди Пусть так лучше будет Однако, ты сейчас не в форме для того, чтобы сидеть на скамейке Так что ты просто должен это оставить на меня Ну хорошо Вижу, ты уже полна решимости Я очень зол на то, что я не могу быть там Но я знаю, что ты сделаешь все возможное для того, чтобы защитить Джунпери Само собой Будь уверен Ай, господи Меня зовут Афина Сайкос Я все еще новичок Но я адвокат Это всего лишь второй раз Второй Когда я беру ведущую роль в деле о защите И это будет мой первый раз, когда я буду стоять там одна Но я должна это сделать И я определенно не собираюсь позволить, чтобы что-то плохое случилось Что-то случилось С Джуни Окей Сайкс 17 декабря 9 часов 46 минут утра Окружной суд Зал суда номер 5 Суд начинает совсем встать Да уж В настоящее время Блин, как там правильно В настоящее время начинается судебное разбирательство по делу Джунпери Вудс Защита готова, Ваша честь Обвинение также готово, Ваша честь И что все это значит? У меня было впечатление, что мистер красная обезьяна Будет моим соперником сегодня Как я вижу, судья вообще не меняется Ну да Опрошение на замену адвоката Было сделано всего лишь несколько минут назад Да, Каспер Потише там в зале суда Из-за взрыва в здании суда Вчера Мистер Джастис Не в состоянии продолжить Понятно, понятно Совсем не удивительно Что она используется Это как повод, чтобы убежать Знаете, вот этот Пэйн Действительно Пэйн НДС Кстати, символично Все-таки у него имя Ладно Продолжим Со мной В качестве Его противника Любой бы хотел бы Симулировать болезнь Чтобы избежать такого Что? Нервы этого чувака Я собираюсь долбить И в него немного разума Ну, как бы Я бы это сделал бы Если бы так Не нервничало, конечно Этот высокомерный придурок Ты высокомерный придурок О, нет Окей Походу этот Вайджин Будет оставлять нам Дофига Проблем Или виджет Виджет Меня слух Подводит, что ли? Могу поклясться Что только что Услышал Как защита Что-то сказала Не-не-не-не Вы ничего не слышали Особенно С моей стороны Ну, я думаю, что Как бы Удивительно То, что мы Как бы Играем не за Феникса Райта А за Фину За нового персонажа По сути Ну, я думаю, что Потом нам дадут Уже играть За нормального Адвоката В каком-то смысле Как странно Я могу Я могу поклясться Что я тоже Что-то слышал А Это был Мой незаменимый Партнер Виджет О, господи Он иногда Говорит То, что я думаю Ну Тогда Если так обстоит Дело То это явно Противоречит Тому, что Вы только что Сказали Противоречит Вы только что Сказали, что Вы ничего не говорили Однако Если это устройство Говорит То, что Вы думаете Ну, эта скотина Конечно, хорошо Обыграла Тогда Вы на самом деле Сказали, что Я Что-то там было Элегант Элегантный В своей работе Вообще-то На самом деле Это был Высокомерный Придурок Но В любом случае Какое это имеет Значение Если Если это Красная Обезьяна Или Желтая Обезьяна Будет Стоять Передо мной Ни за что Какой-то Свежий Новичок Который Только Выпустился Из школы Сможет Защитить Свидетеля Мистер Пэйн Я считаю Что этого Достаточно Давайте Вернемся К делу Конечно Ваша честь Я более чем Готов Показать Этой Маленькой Девчонкой Почему Меня Называет Унижателем Новичков Я вижу У него Еще и Свои Клички Уже Есть То есть Если его Называют Унижателем Новичков Значит Он обычно Против Новичков Скажем Так Сражается А не Против Опытных А не Против Опытных Адвокатов Нищего Я знала Он на самом деле Высокомерный Придурок Высокомерный Придурок Так Мисс Экс Если вы Продолжите Оскорблять Сторонного Обвинения То я Удалю Вас Из Зала Суда Мне Очень Жаль Это Просто Была Рефлекторная Реакция Так Солить На Придурков А теперь Мистер Пейн Можете Открыть Нет Выступить С вашим Заявлением Если вы Можете Пожалуйста Спасибо Ваша честь Он перестанет Бить себя По Прическе Уже Он писит Серьезно Итак Все Ребят Шутки Закончились Начался Суд Наконец-то Нормально Инцидент Произошел Вчера Здесь В этом же самом Здании Суда В зале Номер 4 Каспер Ты тут В это же В это же Время Суд Касательно Одного Подрывателя Проводился В зале Суда В зале Суда Номер 4 Да Кстати Ребят Я как бы Не особо Хорош В терминах Касательно Всего этого Дела Суда И все Там Духи В русском Языке Потому что Я изучал Итальянские Версии Так что Если я буду Где-то ошибаться Подправляйте Пожалуйста А да Я Я был на этом Суде Так же И Мистер Джастиош Был там В качестве Адвоката Для защиты Так Ничего После Прохождения Игры Будет Эксперт В области Судо На русском Ну Надеюсь Бомба Которая Была Предоставлена В качестве Доказательства Внезапно Была Взорвана Нет Ну да Взорванного Во время Суда Во время Процесса Потому что Может быть Исчезла Но Приведена В действие Правильно Это был Ужасный Инцидент И Зал Суда Номер 4 Был Полностью Уничтожен К счастью Мы смогли Начать Процедуру Эвакуации Прежде чем Произошел Взрыв Знаете Как-то Это Странно Хотя Нет Нормально Приведена В действие Еще Несколько По секунд И все Бы Превратилось В ужасную Потерю Человеческой Жизни Но На самом Деле По сути Одна Смерть Была Не так Ли Совершенно Верно Ваша Честь После Того Как Зал Суда Номер 4 Был Изучен После Взрыва Рассмотрен Было Обнаружено Тело Детектива Кэндис Арми Она Должна Быть В качестве Свидетельства Свидетеля Позже Ну Суде Следовали Я Полагаю Что Она Не Смогла Эвакуироваться Вовремя Какая Ужасная Трагедия Действительно Я должен Признать Я споткнулся По крайней мере 10 раз Сам Прежде чем Смог Убежать Ну ладно Дедок Что Взять Может Суду Все-таки Стоит Взять Более Короткую Одежду Тело Жертвы Было Было Обнаружено У входа В зал Суда Я Подозреваю Что она Оставалась Там До самого Конца Чтобы Обеспечить Безопасность Другим Ваша честь Ваша честь Позвольте мне Предоставить В качестве Доказательства Отчета Вскрытия Жертвы И детали Касательно Бомбы Окей Получили В реке Так Отчет Вскрытия Армы Было Добавлено В записи Суда Окей Плюшевая Чучело Животное В форме С бомбой Было Добавлено Тоже Окей Потом Нам придется Все Все эти вещи Использовать Хорошо Я знаю Как все это Работает Все Доказательства Для этого Суда Регистрируются Регистрируются В судебных Записях Когда мне нужно Проверить что-то Я просто Нажимаю на панель Записи Суда В верхнем Поровом углу То есть Сюда Да И можно Посмотреть Детали Блин Круто Все сделано Что я могу сказать Тут можно Почитать Про персонажей 23 18 55 Мне Мне стоит Взглянуть Позже А теперь Пожалуйста Позовите Обвиняемого К Этому Стендову Дача показаний Во Подсудимая Вы чувствуете Себя нормально? Вы Выглядите Немного Бледный Прошу Простить Меня Я Почувствовал Себя Немного Слабой Когда я Впервые Пришла Сюда В здание Суда 50 Стучит Себе Еще По Челке Но Я В Порядке Джунис Джунис Действительно Выкладывается На все 100 Мне бы лучше Удостовериться В том Что я Сделаю То же самое Так Если мы можем Продолжить Пожалуйста Ваше имя Род занятий Ответчик Джун Перри Вудс Я Студент Стар Старшей Школа Кто Сомневался Мисс Вудс Вы можете Подтвердить Чтобы Вы были В здании Суда В день О котором Сейчас Идет Речь Да Я пришла Узнать Аполло Джастиса Через Моего друга Тина Короче Познакомься Короче Она познакомилась С ним Благодаря Тине И вот Так И так Я была Там Вчера Смотрела Как Он проводит Суд И оказывала Ему Свою поддержку Что-то Не так Джуна Действительно Очень страшно Хе-хе А знали ли вы Что меня так же Называют Унижателем Ответчиков Окей Начинается Унижатель Блин Что-то он Возомнил О себе Слишком много Похоже У меня есть Еще один Шанс Чтобы показать Всем Как я заслужил Это прозвище Неужели У его Высокомерности Нету Никаких Границ Я должна Защитить Аджуни Несмотря Несмотря ни на что Эй ты Высокомерный Прекурор Пейн Что? вы хотите узнать нет вы хотите чтобы я под продемонстрировал почему я известен как унижатель новичков взамен вместо этого глубоких док вдох афина не позволяя ему попасть в его ловушку прокурор пэйн джуни говорит правду мистер джастеш также поддерживал ее когда мы увидели увиделись нет когда мы увидели в этом в лобби обвинения вестибюле и джуни он сказал что он был рад получить корень лотоса что ты ему дала он был моя бабушка говорит что корень лотоса хорош для глаз она говорит что он может даже вам помочь заглянуть в будущее они могут тогда это просто идеальный подарок для адвоката окей да давайте еще немного бреда добавим и мистики давайте еще этого не хватало тут это просто так надеюсь и потом они не будут сейчас использовать корень лотоса для того чтобы посмотреть в будущее тогда я не знаю что у меня бомбанет наверное для этого надо его скурить то я честно хз не знаю надо погуглить я думаю что гугл подскажет и если это правда я предполагаю что он наверное его съел ну видишь его едят не будет тут ничего спасибо обрадовала просто после 4 серии анимешка меня не могу бомбанула но не важно милая кроткая девушка как она взорвала зал суда на куски я должен сказать в это очень трудно проверить поверить протестую ну наконец то сектор давай без спойлеров так так ваша честь не позволяйте ее казалось бы невинные внешности вводить вас в заблуждение знаете ребят я должен признать мне нравится английский перевод в этой игре он просто шикарен реально хотя оригинал не видел потому что у меня нет японской версии но я бы оценил и сделал сравнение у ответчика был мать ли мотив для совершения этого преступления это неправда у меня не было никакого рода мотива и я даже не знал эту женщину которая была убита я признаю что следствие не смогло найти какой-либо связи между с жертвой и ответчиком а сектор ты про события всей серии ну увы я не особо знаком прямо так просто немного тем не менее это не имеет значения единственное что имеет да единственное что имеет это то что ее цель было уничтожение зала суда номер 4 саму по себе эй что это значит почему блин мисс вудс нужно это сделать это очень хороший вопрос который задает новичок такая такая как вы но сперва вопрос для ответчика вас когда-нибудь приводили из-за ложных обвинений что да типа и разве этот опыт не заставил вас затаить злобу против судебной системы протестую так подождите одну минуту как может такого рода мотив нет такого рода вещь быть мотивом для того чтобы взорвать что-то так тогда бы каждый наш клиент бы хотел бы превратиться в взрывателя подрывника в этом действительно что-то есть тогда бы у нас не осталось бы ни единого зала зала суда на этой земле здание суда я допускаю что обвиняемая не единственная которая может негодовать и возмущаться против судов но мисс Вудс единственный человек который мог бы совершить могла бы совершить такого рода преступления почему а потому что мы нашли важные доказательства этого важные доказательства того что доказывает вину подсудимого важные можно еще решающие да решающие правильно я поверю в это когда я это увижу это включает в себя уникальный аспект бомбы самой бомбы вашей части а что именно было настолько уникального в этом почему бы мисс секс не ответит на это я так сократ что непонятно что из этого что игре себя представляет привет симулятор адвоката можно так сказать ладно продолжаем я заметил что вы кажетесь очень нервной и ну и ну господин который я являюсь короче что то не понял а я джентлмен и я бы хотел бы предложить вам возможность немного стать увереннее в себе с таким легким вопросом привет каймал пройти он может быть он может быть более снисходительным серьезно какой же неприятный нет какой же действительно неприятный человек эл это лузер что вы только что сказали ничего ни единого словечка хе-хе хе-хе да уж вижу как я вижу отрывается по полной когда может итак давайте посмотрим что же я должна делать в такое время о я знаю судебные записи информация которая мне нужна находится где-то в судебных записях ну походу сейчас нам придется еще покопаться и найти хорошо мисс экс давайте послушаем ваш ответ что было уникального в бомбе которая взорвалась в зал суда было ли это потому что там было нет было ли это потому что оно было в давайте посмотрим бомба была внутри плюшевого животного изи я надеюсь что как бы дальше будет какие-нибудь ну поинтереснее посложнее момента потому что ну это реально детский сад мистер пейн за какую дуру вы меня принимаете или простофилю оно находилось внутри плюшевого животного это было зло которое намеренно было прикрыто это милый милым экстерьером внешностью будет труднее ну я думаю что как бы сейчас я как понял у нас идет типа туториал а нам пока что еще дают все пережеванное и по сути тыка и все объясняет как все это работает вот потом наверное все будет посложнее и как бы нам не будут подсказывать не знаю а посмотрим хе-хе отлично возьми печенюшку хе-хе господи да этот чувак реально приколист тут у нас печенюшки блин хорошо что не пирожок с полки хе-хе хотя у них пирожков нету бомба которая была переведена в действие в зале суда была действительно спрятана внутри плюшевого животного можно просто чучело хе ну как вам это нравится а неплохо да уверенность в себе прямо через край пошла как я вижу я в порядке как я и сказал с самого начала я могу это сделать угу можешь ты насколько я помню помню бомба находилась внутри плюшевого животного все время я даже никогда не думал о том чтобы взглянуть на него нет я даже никогда не взглянул на него но какое отношение имеет этот зорный слон с ответчиком ответ на этот вопрос находится в другой части доказательства который находится у меня вот тут и что скажите на милость это это кажется немного похоже на как это на маленькое пелло это хвост ваша честь хвост бедные жертвы взрыва и и невероятно вы хотите сказать что это хвост детектива арм да да блин это эту хвост вы чё то да Да, ну, тупой. Ваша честь, вы близки, но нет. Оно принадлежит этому плюшему животному. Его называют Фони Фанти. Забавное название. Довольно неприятное имя, если вы меня спросите. Тебе никто не спрашивал. Он талисман... ...компании по ликвидации ложных показаний и ложных обвинений. Не так ли? Да, именно. Его кредо фальшивые улики... ...фальшивые улики всегда высовывает свой нос. Типа того. Так, блин. Так, даже секунду, выпью воды. Всё-то неправильно. На очень много уровней. Час вроде прошёл. Ну, мобилка, вижу, нормально держится. Если честно, не настолько горячая, как я думал, она немного... Так, нормально, нормально. Пока что ещё можно. Так, сейчас сек. Хост... Пост в фоне Фэнти сделан из виниловой ткани. И мы нашли... И мы нашли кое-что очень интересное на его поверхности. Отпечатки пальцев обвиняемого. Что? Сейчас прошёл перерыв. Да нет, ещё можно отстримить. Сделаем позже небольшой перерыв. Фуни Фэнти... Обеспечивает всеми доказательствами, которые нужны. Точнее, обеспечивает все доказательства, которые нужны. И это доказывает то, что обвиняемого... Обвиняемая... Обвиняемая... Возилась с этой бомбой. Как она живёт до сих пор, когда вот эти её косики постоянно бьёт её по глазам. Да, но это не имеет никакого смысла. Нет. Да, но это не имеет никакого смысла. Почему отпечатки пальцев Джуни находятся на нём? Это действительно кажется довольно неопровержимым доказательством. Суд принимает это в качестве доказательства. Мисс Уц, у вас есть какие-либо объяснения этому? Что касательно вас, мисс Сайкс? У вас есть какое-либо правоподобное объяснение, чтобы отвергнуть эту решающую часть доказательства? Ну, я... Я не могу этого сделать. Я не могу ничего придумать. Но мне лучше что-нибудь, но придумать. Ради... Джуни. Если мы не можем... Нет, если вы не можете дать какого-либо ответа, то я думаю, что мы можем перейти сразу к постановлению. Если вы предпочитаете. Речь не... Блин, нет. Я должна сказать что-то. Быстро! О, нет. Я не могу... Я потеряла до речи. Почему сейчас? Вот именно в это время? Ай... О-о-о-о... Походу, у нее еще тяжелая судьба была. Мне казалось, что я уже преодолела это. Может быть, я до сих пор еще не готова стоять в сальсу, да? Есть. Здесь. Субтитры делал DimaTorzok Как вы видите, нет ничего. Протестую! Почему ты? А вот и он. Извини, что я так долго добирался до сюда, Афина. Аполлон объяснил мне все по телефону. Он попросил меня прийти помочь тебе вместо него. Спасибо, что пришел, рояль! Да уж, наш рояль пришел. Я не хочу этого признавать. Но мне действительно самой было очень тяжко. Не знаю, не знаю. Я думаю, что ты справилась просто отлично. Учитывая все обстоятельства. И ты, держись там. Дай мне достаточно времени, чтобы добраться до сюда. Нет. Нет, и ты, держалась! Давай мне достаточно времени, чтобы добраться до сюда. А теперь... Давай... Повернем все это. Хорошо, босс. Ха-ха. Нет. Хо-хо. Посмотрите, кто появился из ниоткуда. Неужто это... Мистер Феникс Райт? Вы всегда... Нет. Вам всегда удается удивить меня. Феникс Райт или Нароходо Рючи. Ваша честь! Мистер Пейн призвал уже к скорейшему... Постановлению. Но я... Считаю, что есть еще много вещей, которые... Должны быть... Обсудить... Нет, нет. Которые необходимо обсудить. Обсудить. Заседать. Нет, ладно. Как могли отпечатки пальца в Мисс Вудс... Находиться на чутье животного. Кто был тем, кто... Взорвал бомбу. Детонировал ее. Не знаю, как правильно. До тех пор, пока... Не был дан ответ на эти вопросы... Я... Утверждаю... Что невозможно справедливо... Перейти к подстановлению. Привел в действие. Вы абсолютно правы. Давайте продолжим с того же момента, на котором мы остановились. Я полагаю, что у вас нет никаких возражений в Мистер Пэйн. Нет никаких, Ваша честь. Нет, анимация тут реально забавная. Мисс Вудс действительно выглядит так, как будто ее очень трудно. Джуни действительно борется, Мистер Райт. У меня есть мысль, что... Нет. Я чувствую, что она боится самого Зала Судэ. Из-за вчерашнего? Да. Можно понять, что это было действительно очень... Травматично для нее. Бедное создание. И вот она. Вернулась обратно. Здание суда. Снова. Будьте настолько храбры. Храброй. Я бы... Хотел бы кое о чем попросить, Ваша честь. Если это возможно... Я бы хотел, чтобы Мисс Вудс... Вернулась в вестибюль и отдохнула. Учитывая состояние подсудимого... Хорошо. Я предоставляю особое разрешение. Хе-хе. Иди отдохни, Майджуни. И оставь все остальное на нас. Хорошо. Спасибо вам. Извините. Нет. Мне очень жаль касательно этого. Да или извините, неважно. Феникс Райт, да? Я... Мы ждал с нетерпением. Встречи с вами. Давненько, мистер Пэйн. Вы более невежественны, чем я слышал. Вы имели в виду... Как вы справляетесь? Что касательно меня, я... Гаспен Пэйн. По-моему, сейчас выяснится, что он и гибатор фениксов. Сейчас узнаем. Я младший брат вашего давнего соперника, Уинстона Пэйна. Я понятия не имею, кто это. Что? Давнего... Врага? Соперника? Мы что, вообще... Нет. Когда это мы стали соперники? Не говоря уже о давних. Скорее всего, это, наверное, какой-нибудь чувак, который был в предыдущей части. Видите ли, мистера Урайд? Я очищу Уинстона от его позора при встрече... Нет. Который он получил при встрече с вами. Ну, Каспер, ты же знаешь имена. Это тот чувак в красном, что ли? Его по-другому, по-моему, звали. Да, похоже, этот королевский Пэйн будет немного более неприятным, чем другой. Ваша честь. Обвинение... Тьфу. Да. Обвинение хотело бы вызвать решающего свидетеля для дачи показаний. Привет, Лид. Привет всем. Этот свидетель засвидетельствует... Каким образом... Нет. Фу, засвидетельствовал. Пора делать перерыв, я думаю. Этот свидетель даст показания касательно того, как обвиняемая взорвала бомбу в зале суда. Хорошо. Пожалуйста. Позовите вашего свидетеля, мистер Пэйн. Окей, какой-то фрик. Свидетель. Ваше имя, род занятий, пожалуйста. Свидетель. Имя. Тед. Господи. Как он разговаривает? Ладно. Имя. Тед Тонейт. Род занятий. Специалист по обезвреживанию бомб. Господи. Что за странный, роботизированный голос у вас? Разговариваю синтетическо... Синтетически. При помощи... Вода. Это то же самое, что если бы я говорил. Сапер. Ну да, вот, кстати, сапер. Да он звучит прямо как робот. Некоторым людям... Нет. Некоторые люди настолько ленивые, что даже не хотят разговаривать сами. Да. Я думаю, что и в нашем мире скоро такое будет. Когда-нибудь. Когда это будет доступно. Разве вы не можете говорить в обычной манере? Я могу. Ну я же говорил, что он может. Он может? Но я не люблю разговаривать. Разговаривать неэффективно. Ну, Солар, он скорее всего исключение. Можно. Может, у него профессиональная травма? Ну, я думаю, мы узнаем. Расходует энергию. Разговор. Печатывание. Понятно? Какой странный свидетель. Ты не говорите. Мистер Тонейт был... Нет. Отвечал за бомбу для суда. И он был там, когда оно было приведено в действие. Будьте специалистом... Будьте специалистом... Будьте в отряде специалистов по бомбам, у вас были какие-либо... связи с ответчиком? Негативно. Впервые я встретил эту девушку на этой работе. Многие люди наняты в полицию. Я знаю только... часть их. Однако, я был в шоке, когда я впервые обнаружил тело жертвы. В шоке? Ребят, я ставлю ничего на то, что вот этот чувак является преступником. И я не проходил в голову, чтобы знать, действительно ли это так или нет. Так что... Но почему-то мне кажется, что это он. Это очевидно. Но если ошибусь, это будет круто. Я был первым, кто пришел на место происшествия после взрыва. Я пошел туда для того, чтобы обеспечить безопасность. Но когда в конечном итоге... Нет. Но в конечном итоге я обнаружил мертвое тело. Ну, Каспер, может быть, это просто так обман зрения был. Откуда я знаю? Типа, говорят, типа, показывают этого чувака, но на самом деле все будет по-другому. Сразу. Ну, вот это тупо то, что показывают. Так, значит, это был он первым, кто обнаружил тело. Он тут, чтобы дать показания касательно... окружающих обстоятельств во время взрыва. Хорошо. Суд выслушает показания мистера Тонейта, да? Детонатор. Да уж. Даже его имя забавное. Ну, по крайней мере, проявите немного уважения к суду и снимите этот ваш большой шлем свидетель. Окей. Когда бомба была приведена в действие? Бомба первоначально была обезврежена мною, потом была приведена тут в качестве доказательства. Имя бомбы HH3000. Да, забавное у него название. я наблюдал из галереи, когда я вдруг встревожился. Я увидел, что таймер бомбы начал отчет. Так, несмотря на то, что бомба должна была быть обезврежена, каким-то образом она была включена. именно активирует таймер очень просто. Господи, как же он меня бесит. Своим капсом. Серьезно. Соединить провод, включить таймер. даже обезьяна может это сделать. Даже обезьяна может это сделать. Я уверен, что даже вы смогли бы это сделать тоже, мистер Райт. я полагаю, что это делает вас голубой обезьяной в этой бочке веселья, босс. Окей, красная, желтая. Теперь голубая, синяя. А теперь я бы хотел начать свое перекрестный допрос. Мистер Тенейт, что это такое? HH3000 АК. Бомба. Бомба. О, господи. Мистер Тенейт, я требую, чтобы вы немедленно обезвредили эту бомбу. Привет, Рюджи. обезвреживание, обезвреживание, разборка завершена. HMM. 5.3 секунды и 0.2 на 0.2 меньше секунд, мой личный рекорд. Еще рекорды? Вы что, пытаетесь вызвать у меня сердечный приступ, что ли? Я не совсем наивный человек, знаете ли. Это точная копия HH3000. Собрано. быстрый чел. Я привык к практике обезвреживания бомб. Обезвреживание, успех, взрыв, провал. Точная копия бомбы, которая взорвалась, не так ли? Так, вот она как выглядит. А если бомба будет HH3001, ну, это уже другая, если она есть, конечно. так, сейчас, секунду выпью воды и продолжим. Так, погнали. предоставил. Я заполучил фотографию, сделал фотографию настоящей бомбы прямо перед взрывом, подрывом. Нет. я сделал фотографию настоящей бомбы прямо перед судом. Какой он молодец у нас оказывается. размеры 10 на 10 на 10 вес 12 этих фунтов по-моему. Идеальная копия. ваша бомба действительно кажется очень хорошей копии на самом деле. Тодалово, а что тебе не нравится тут в логике? Да, однако я не смог сделать точную копию детонатора. детонационного механизма. О, так по-моему. У него очень странная электропроводка настроенная. Это прискорбно, что я не смог сделать копию этого. Тодалово, это не совсем полицейский, если что, во-первых. Во-вторых, он является свидетелем всего этого дела. Он был там. Как бы тут тебе все рассказали. Свидетель этого достаточно. Больше нет никакой необходимости скопировать что-то. Ну, окей. Теперь мы знаем еще, как бомба выглядит. Привет, X-Domor. А теперь защита может начать свой перекрестный допрос. А когда мисс секс ушла-то? А где она? Афина, ты можешь выйти уже. Хорошо, мистер Урайт. Давайте приступим к работе. Полагаю, что ты очень напугалась, да? Что? Я не понимаю, о чем вы говорите. она была готова, ну, скажем так, взорваться. Что? обосраться. Эй, заткнись, видж. Да, прозрачная как никогда. Можно увидеть насквозь. Итак, давайте посмотрим, на чем мы остановились. Мы остановились на перекрестном допросе. А, перекрестный допрос. Конечно. Она кажется дезориентированной. Интересно, с ней все нормально. может быть, мне стоит спросить Афину, помнит ли она, как делается перекрестный допрос, чтобы помочь ей сфокусироваться. Мне лучше спросить. Не, она в порядке будет. Ну, я думаю, что лучше спросить, чтобы мы знали, как это сделать. Но, ребят, сделаем перерыв уже. Такие дела. Все, ребят, перерыв пару минут и потом продолжим. Редактор субтитров Корректор А.Егорова